Всем привет! Я сегодня хочу с вами по общаться на тему самооценка, что это такое, как она вообще формируется, откуда она берется, можно ли ее исправить, что с ней вообще делать, кто нам ее закладывает, на что она вообще влияет в нашей жизни, что можно предпринять и вообще возможно ли что-то предпринять для того, чтобы ее как-то поменять, для того, чтобы наше мировоззрение о самих себе и о других людях хоть как-то немножко видоизменилось. Давайте об этом поподробнее. Поехали! Я чувствую, пока я что-то сниму, я просто где-нибудь утону, пол-видео будет, я проваливаюсь. Итак, первое, что такое самооценка? Самооценка, слово само говорит вообще самого за себя, то, что самооценка, это способность самого себя грамотно, трезво оценивать. Трезво не в плане того, что вы там без шафешки, а в плане, потому что вы не смотрите через призмы родительских каких-то установок, установок там других людей, установок там с сцена, вины, комплексов страхов и так далее. То есть вы смотрите на себя здраво. Вот я такой-то, у меня есть такие-то сильные стороны, да, допустим, они во мне хорошие, положительные, допустим, помогают мне в жизни. Во мне есть, да, там какие-то отрицательные, слабые мои стороны есть, то есть признание своих слабых сторон говорит тоже о здоровой самооценке. Не думайте, что человек, у которого повышенная нормальная самооценка, да, он такой, у меня нет слабости, у меня их вообще ноль, у меня страхов ноль, у меня вины не бывает никогда. из чистейшей воды мы с вами понимаем да что самооценка это трезвая способность самого себя грамотно трезво оценивать принимая свои слабости свои слабые стороны свои какие-то негативные возможно черты характера да это положительные то есть это трезво на все на это смотреть куда же она берется откуда она формируется кто вообще на мой закладывает и правильно родители бывает ситуация допустим когда у нас нет родителей правильно бывает допустим мы растем не полной семье бывает допустим даже в полной но при этом родители как-то мало участвуют и нашим воспитанием чаще занимаясь бабушки едутся я дяди тети няни соседи не знают двоюродные братья тети и так далее может быть такой может быть но самое важное то есть нашу способность себя оценить вообще вот ребенок рождается у него самостоятельно то есть он он не за какой он просто делает то что он хочет делать значимые взрослые значимые взрослые закладывают вот это вот убеждение вот этот фильтр определенный в ребенка самого детства ваша самооценка примерно формируется до шести лет плюс-минус до шести до семи даже не то что ваша самооценка я скажу вам даже сейчас громче и больше ваша судьба формируется до шести до семи лет родители формируют почему ваша судьба потому что вас закладывают определенные убеждения фильтры как можно как нельзя допустим как хорошо как плохо как правильно как неправильно как допустим хорошие девочки мальчики себя ведут а вот так себя не не ведут понимаете смысл и вот чем больше вот это вот говна вас закладывают вот это как нельзя что опасно что весь мир опасен там ой там никогда не у кого нельзя ничего просить вот допустим раз вас заложили пожалуйста вы расстаете потом боитесь рот открыть кого-то просить просто банальной помощи хотя мир не без добрых людей достаточно просто просите поверьте вам люди откликнутся люди помогут вам в мире очень много добрых людей просто если вам такие не падаются означает что либо что-то вы делаете неправильно либо вы не в том месте находитесь понимаете смысл почему кстати очень важно сейчас хочу прям посвятить очень важный аспект выбор детских садов выбор школ начальных например там ясли не ясли то есть неважно это все будет формированием на вашего ребенка почему потому что ребенок там будет хренову тонну времени проводить если педагоги это отсталые либо такие скажем допотопные которые от слова психология знаю только психология мошенничество чушь бегите нахер садиков просто нахер шлите их просто потому что ребенка сделать инвалидом этого я просто серьезно психически инвалидом сделают они будут кричать там голос повышать как-то наказывать угрожать еще что-то хороший мальчик так себя не ведут хорошие такси не куша комплексов только вашему ребенку привели понимаете смысл нахер их просто нахер с пляжа выбирайте грамотных лучше даже более молодых специалистов которые сейчас уже более подкованные более прошаренные более насчитанные более знающие и ошибок таких поверьте они не будет свечи если человек говорит что невозможно такая всю жизнь шлите тоже туда же этого человека куда вот этих тупых педагогов потому что самооценка это не постоянная величина не бывает такого что знаете вот человек у него все весь день шикарное все идеально он весь весь вообще царь и царь и бог у него прям все шикарно но шикарная самооценка но все классно в жизни он никогда не расстраиваться никогда не курс ему вечно дизайне ловит ходе 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 чувствуете как спадает напряжение не бывает таких людей запомните самооценка это не постоянно величина это состояние это состояние если сказать проще по-другому другими словами это состояние вашей уверенности вы бывали хоть раз в жизни хоть это жизни в чем-то уверенно хоть и неважно в чем возможно вы допустим уверенно вышивать умеете крестиком возможно вы умеете уверенно не за там кран ремонтировать вы умеете уверенно разговаривать уверенно продавать уверены за может быть там сексами заниматься уверенно не знаю петь писать что угодно просто снимать даже те же самые ролики что угодно делал что-то уверенно уверенно это делать вы прям знаете что вы делаете был такой хоть раз конечно было и вот это и есть состояние ваше нормальной такой зрелой скажем самооценке большой уверенности и в это состояние вы можете входить хороша новость том что вы можете там чаще пребывать то есть вы можете там находиться скажем так не просто когда-то раз полгода в год да и за такой ситуации вы мелочь выходить тогда когда вам это будет нужно тогда когда вам году будет необходим начались И вот тогда, поверьте, у вас все будет нормально, у вас все будет на изи. Как это делать? Это уже другой разговор. Есть определенные инструменты для этого. Самое банальное, я говорю, даже вы прямо сейчас просто вспомните. Давайте так, маленькая практика. Сейчас для всех такой маленький просто будет лайфхак, маленькая практика. Встаньте прямо сейчас. Вот неважно, сидите вы, если вы за рулем, лучше всего где-нибудь остановиться, припарковаться, чтобы сейчас вы не сбивались. Если вы дома, где-нибудь на прогулке, хорошо, то есть встаньте, главное сейчас не сидите. Допустим, если за рулем, окей, просто где паркуйтесь, делайте сидим, лучше где-то стоя. Встаньте, просто прям встряхнитесь, стряхнитесь, спинку расправьте, голову вверх запракиньте и просто улыбайтесь. Вот серьезно говорю, сейчас это кажется, как будто ты дебил, да, то есть вот я стою, я улыбаюсь. Не насрать, там люди ходят, там, мне вообще насрать на всех. И ты стоишь, ты улыбаешься, ты просто улыбаешься так, не знаю, 5 секунд, 10 секунд, просто улыбаешься, оп, и дальше, допустим, возвращаемся. И потом просто скажите, допустим, какое у вас сейчас состояние, как вы сейчас себя ощущаете, что вы сейчас чувствуете? Я себя чувствую идиотом. Вам сейчас хуже или лучше? У вас сейчас как-то вообще, ваше настроение меняется или не меняется, ваше состояние меняется или не меняется? Конечно, меняется, но будет меняться. Еще раз, это зависит только от вас, вы можете это регулировать. И первый из инструментов – это ваша физиология, это то, как вообще вы себя ведете, то, как вообще вы двигаетесь. Потому что большинство людей, которые вот у них такая, знаете, как бы заниженная самооценка, они как? Они привыкли ходить вот так вот. Я такое, унылое говно, вот такое вот. Они еще вот так вот дышат. Вот когда человек приходит и говорит, что у меня депрессия, да? Я говорю, серьезно? Я говорю одну вещь, я говорю, научи меня в ней находиться. Что, блин? Я точно к психологу попал или, походу, он какой-то мошенник. Я говорю, что депрессия, а он говорит, научи меня так быть. Да, научи меня так быть. Депрессия – это комплекс. Это такой огромный большой слон, да? И чтобы в депрессию впасть, это нужно реально стараться. Это должно прямо, ну, это надо, прям совокуп всего должно реально произойти. Это должны быть какие-то определенные мысли, потоки, постоянные вопросы в голове какие-то определенные, задавать себя, накручивать самого себя, ходить вот определенным способом, дышать определенным способом. Мимика лица Такая будет определенная, постоянно поникшая такая, да, просто никакая. Ахи-вздохи вот такие. Ой, как меня сейчас заебало. Вот это вот должно быть постоянно. Понимаете смысл? Вы даже сейчас банально один аспект можете изменить. Вы прямо сейчас измените свое состояние, я заверяю. Прямо сейчас вы можете из этого выйти. Просто сделай себя лучше, за раз, вы это можете. Прямо сейчас. Допустим, просто проделайте практику, которую я вам показал. Сядьте ровно, лучше встать, говорю. Встряхнитесь, встаньте и секунд на 15. Стойте и широко-широко улыбайтесь. Кстати, попробуйте даже ради эксперимента поплакать. Или погрустить, когда вы так будете стоять и улыбаться. Широко-широко максимально. Вы не сможете этого сделать. Знаете почему? Потому что вам физиология этого не даст сделать. Вам ваш мозг этого сделать не позволит. Запомните это. Самое важное, понимаете, что, допустим, с чем? Вот с чего вообще взялись, чтобы она вообще у вас понижена? У кого-то она может быть понижена из-за того, что человек вечно он всего стесняется, ему всего стыдно. Потому что мама у него с папой такие, стыдно так делал, стыдно, стыдно. Вот они вот застыдили ребенка. И он, ой, ой, простите, мне так стыдно говорить. Он аж заикаться начинает, бедный. То есть он всего стыдится. Ему все стыдно. Он, блядь, вот такой вот. Песика. Песика воспитали. Удобного песика. И человек все, сказать ничего не может. Потому что привык вот так вот дышать и служить. Понимаете смысл? Как бы сейчас это ни звучало, я знаю, что кто-то из вас может обидеться, но по факту вдумайтесь. Это фильтр, вот ваша самооценка, это наложено на вас фильтр. Если вас застыдили, завинили, да, то, что вы постоянно во всем виноваты, вы там вечно в страхе всего боитесь, то, что собачку не трогай, там у нее лишай, кошечку не трогай, там у нее бешенство. Не знаю, дорогу не доходить, там тебя машина собьет. С друзьями никуда не поедешь, там тебя похитят, изнасилуют, украдут, убьют, снаркоманят, утопят и так далее. Что обычно, вообще-то, люди говорят в таких случаях. Так вот, чем больше вас вот этого говна заложили, тем означает, что вот эти вот состояния нужно прорабатывать. Поэтому, мои дорогие, если вы хотите, допустим, знать, как это прорабатывать, что делать, получать, допустим, еще больше от меня полезной информации, больше техники каких-то различных, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, потому что здесь будет выходить стабильно много новых интересных видео. У меня, в принципе, так есть куча контента, просто подписывайтесь, переходите ко мне в профиль. Также переходите ко мне в другие социальные сети. Там каждый день выходит постоянное видео, постоянно куча постов, постоянно куча всяких историй, всего-всего-всего. Также есть различные практики и техники. Поэтому подписывайтесь на мои социальные сети в описании, переходите, подписывайтесь на мой канал. Я всех жду, все совсем рад познакомиться. Сорян, что по коленам в сугробе. Я надеюсь, что вам все понравилось. Пишите свои лайки, комментарии. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok